Сегодня пятница 13-я. Почему этот день принято называть несчастливым и как он отразился на истории? Давайте посмотрим. Возможно, вы узнаете много нового. Суеверные люди отказываются путешествовать, заключать сделки и даже заниматься обычными делами. Страх перед 13-м числом, выпадающим на пятницу, весьма распространен. Ему, согласно исследованиям, подвержены свыше 17 миллионов человек во всем мире. Одна из теорий, пытающихся объяснить появление суеверия, касается тайной вечери, в которой участвовали 13 человек, и распятие Иисуса, которое произошло в пятницу. Вполне понятны такие страхи жителей Древнего Рима, где пятница была днем казни. В средние века пятница 13-я была известна благодаря ведьмам, которые, по поверью, накануне в полночь устраивали шабаш. В скандинавской мифологии Кобедни у Волхалы было приглашено 12 богов. Локи, бог споров и зла, навязался 13-м. В результате был убит любимый из богов Бальдер. Некоторые боятся не только пятницы 13-го, но и вообще числа 13. Этот страх особенно распространен в США, где не существует 13-го этажа и домов с номером 13. Есть и такие, кто не смотрят на часы, чтобы не заметить 13-ю секунду, минуту и час. Каждый сам выбирает, чего ему бояться. Не стоит своим страхам придавать особого значения. Главное – смотреть на жизнь с позитивом. В наше время представление о пятнице 13-го в сознании людей немного изменилось. Однако многие еще верят в приметы и боятся этого дня. В этот день нам реально грозит одна неприятность, которую, впрочем, люди создали собственными руками. В пятницу 13-го не включайте свой компьютер. Ведь на заре компьютерной эры хакеры питали необъяснимую слабость к этому дню. В своих вирусах даты срабатывания вредоносных последствий они устанавливали именно пятницу 13-е. Не меньшую угрозу суеверия приносит и здоровью людей. Научное название боязни числа 13 – параскаде кадреофобия. Согласно опросам, каждый четвертый европеец опасается этого числа. Специалисты уверены, дело тут не в магическом числе, а в самих людях, которые настраивают себя на беспокойство. Мысли материальны, и люди, ждущие неприятности от пятницы 13-го, программируют себя и мир вокруг на проявление ожидаемой агрессии. В массовой культуре также немало ссылок на этот день. В современном мире он вдохновляет режиссеров на создание фильмов с подобной тематикой. Один из самых ярких примеров фильм – «Пятница 13-е». Попробуйте вспомнить все пятницы с 13-м числом в своей жизни. Какими они были? Опыт подсказывает, что мало какие из них были неудачными. Желаю всем провести этот день в гармонии с собой и окружающим миром. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова